Всем большой привет! В эфире студия 11, программа, которая рассказывает о добрых новостях, интересных случаях и несет хорошее настроение. Готовы зарядиться на целый день? Тогда поехали! Гиперактивный ребенок. Уделяем внимание своему чаду. Занимайтесь со своими детьми, находите время, здоровье малышня. Новогодняя елка. Благотворительный фонд «Новая жизнь» готовит праздник. Это классное интерактивное шоу, в котором дети сами будут активно в нем участвовать. И им подарят такую нотку волшебства для них. Конечно, родители счастливы, когда ребенок не сидит без дела, занят интересными играми, но иногда бывает так, что они не обращают внимания, если их чадо быстро переключается с одного занятия на другое. Оказывается, за таким поведением может скрываться серьезная болезнь – гиперактивность. Как заниматься с такими малышами, узнаем у специалиста. Родители часто слышат такой диагноз «гиперактивный ребенок». Непоседа, неуправляемый, капризный. Если это все пустить на самотек, то у такого ребеночка, возможно, возникнут проблемы. В школе, да и во взрослой жизни тоже. Нагружать его физически секциями или физическими упражнениями – не выход. Лучше сделать так. Сначала ограничить телевизор, компьютер, планшет, телефон. Самим родителям больше уделять времени ребеночку. Вместе лепить из пластилина, рисовать, собирать, разбирать конструктор, играть в настольные игры – их сейчас большое количество для разных возрастов. Тренируйте внимание и усидчивость. Сегодня вы с ребенком порисуете 5 минут, завтра полепите 7 минут, через неделю – 15, через месяц – полчаса. Результат будет, ребенок станет спокойнее и внимательнее. Занимайтесь со своими детьми, находите время, здоровья, малышня! Счастливой лапкой в 2018 году открывал движение по Крымскому мосту «Рыжий кот» – талисман этого легендарного события. Простонародье мостик. Главные постройки Крымского моста так незатейливо заявляет о себе «Рыжий кот». О своей жизни и о работе он регулярно рассказывает в своих социальных сетях. О главном мурчащем начальнике предлагаю посмотреть следующий видеоролик. Крымскому мосту «Рыжий кот» Новый год уже на носу. Наверняка, Андрей, ты придумал, чем займешься. Этот волшебный праздник я стараюсь отмечать в кругу семьи. Люблю дарить подарки близким и видеть их счастливые лица. А я, когда была маленькая, очень любила выступать на школьных елках. Кстати, о новогодних утренниках. Благотворительный фонд «Новая жизнь» готовит грандиозный праздник для детей, которые по разным причинам лишены родительской любви и заботы. Об этом событии мне рассказали представители фонда. Марк, Ирина, здравствуйте. Вы представляете благотворительный фонд «Новая жизнь», верно? Здравствуйте, Андрей. Я знаю, что 29 декабря в культурно-спортивном комплексе «Ренова» вы организовываете большое масштабное мероприятие для детишек. Да, все правильно. Кто может поучаствовать? Для каких детей цель мероприятия? Цель мероприятия – подарить всем детям радость. Дети остались незащищенные, то есть те дети, которые из детских домов. Также Министерство культуры, Министерство труда предоставляет нам детей. Цель этого проекта – помочь этим детям войти в положительное эмоциональное состояние. То есть эти дети, они находятся в детских учреждениях, либо из малоимущих семей, или многодетных семей, у которых, к сожалению, нет возможности пойти на новогоднее представление. То есть основная цель – подарить праздник детям. Эмоции, праздник детям, да. Скажите, пожалуйста, кого вы приглашаете на этот праздник? Вот как стать участником? То есть мы приглашаем детей вот из этих детских учреждений. И Министерство социальной защиты и образования предоставляет нам этих детей. Они могут быть откуда угодно, из детских домов, из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, у которых есть родители, но, к сожалению, по каким-то обстоятельствам они находятся там. Вы постоянно ведете работу с этими детьми, ваш фонд? Да, есть детские дома, с которыми мы уже работаем на протяжении пяти лет. И общаемся с этими детьми, с воспитателем постоянно. Я знаю, что такая масштабная елка проводится не в первый раз. Не в первый раз, все правильно. Сколько уже лет вы проводите такие прекрасные, хорошие мероприятия для наших детей? Мульти-елка у нас уже проходит второй раз. В этом году будет продолжение этой сказки. То есть это часть вторая будет? Да, это часть вторая. Но те, которые ее смотрели в первый раз, для них тоже будет интересно. Это будет продолжение. Продолжение сюжета? Продолжение сюжета, да. В прошлом году мы в администрации проводили эту мульти-елку. А кто артисты, Марк? Артисты, получается, они сами, насколько я знаю, из Кирова. И они ездят по всей России, даже странам Европы и Азии. И это классное интерактивное шоу, в котором дети, они сами будут активно в нем участвовать. И им подарят такую нотку волшебства для них. То есть нашим детям, я считаю, повезло, верно? Им очень повезло. И для них это бесплатный абсолютно концерт. Сколько вы приглашаете детишек? Около 900. Около 900, да, будет. В 14.00, я знаю, да? В 14.00. То есть в одно время приезжают все детки, на первом этаже будут интерактивные зоны, я правильно понял? Да. Локации какие-то. Да, какие-то будут мероприятия для них. Но времени будет мало, поэтому многими таких интерактивных не будет дошел. Нужно будет успеть насладиться. Нужно будет успеть насладиться. Если вот это событие вы делаете уже второй год, да, масштабное событие, я говорю сейчас про елку. Да. Скажите, пожалуйста, а те годы предыдущие, у вас же были новогодние праздники для детей? Считаю, что вообще Новый год это подведение итогов. Как вы подводили итоги до этих двух лет? То есть, да, елки мы проводили, а немножко поменьше было у нас количество детей. Сначала мы ездили в детские дома, но еще было крупное мероприятие 1 июня, тоже в администрации проводили мы. Точно для таких же детей, оставшихся без родителей. Подводили мы итоги все вместе, волонтеры собрались. То есть, целая вас команда вашего фонда? Целая команда наша большая была, да. Новая жизнь. Мы радостно это отметили, поставили новые цели, новые планы. И сейчас двигаемся к ним дальше. Сколько уже существует благотворительный фонд «Новая жизнь»? С 2012 года официально, но до этого мы группой волонтеров работали еще до этого давно. Расскажите о деятельности именно вашего фонда. То есть, вы же не только новогодние праздники организовываете детям. Какие недавно прошли такие массовые, запоминающиеся проекты? Мы недавно выезжали в ИП. Мы к ним уже ездим очень давно, много лет. Полюбили мы их, они нас полюбили. Мы с ними так дружим уже. Уже не можем друг без друга, наверное. Приезжали мы с программой. Программа у нас была интерактивная. Песочное шоу. Песочное шоу было. Дети остались, как всегда, в положительных эмоциях. Провожали нас. Ну, здорово. Мы сами радуемся этому. То есть, каждый праздник вы стараетесь организовывать как-то масштабно, ярко. Правильно я понимаю? Да, и стараемся задействовать как можно больше предпринимателей, организаций из города. То есть, чтобы это не чисто мы были, а чтобы все участвовали в этом, чтобы дарить радость им, детям. Большая ли у вас команда вашего благотворительного фонда «Новая жизнь»? Постоянно, которые являются волонтерами, около 20-30 человек. И они работают каждый в своем проекте. Но у нас более 50-70 волонтеров, которые вообще просто есть. Я знаю, что «Новая жизнь», этот благотворительный фонд, существует только в городе Сыктывкар. Планируете ли вы выйти уже на республиканский уровень? Конечно, мы уже об этом думаем. То есть, цель есть? Цель есть, планы есть. Будем работать по возможностям. Ирина Марк, еще раз давайте подытожим, для кого вы организовываете это мероприятие и когда оно пройдет? Это мероприятие мы организуем для тех детей, которые находятся в детских учреждениях, для тех детей, которые в малоимущих семьях, многодетных семьях, которые не просто не могут себе позволить пойти на новогодний концерт, спектакль или шоу. И мы для этих детей организуем его абсолютно бесплатно, чтобы они получили эмоции, которые многие дети могут себе позволить получить. 29 декабря где? В КСЦ Реново. Все. Всех приглашаем. Большое спасибо, что вы в нашем городе. Надеюсь, в нашей республике будете продолжать осуществлять такие значимые проекты детям, которые нуждаются в нашей с вами помощи. С наступающим вас Новым годом! С наступающим вас! Андрей, знаешь, что ты недавно приобрел машину. Как выбирал? Для меня очень важно, чтобы моя ласточка была красивой. С полной комплектацией, с хорошей зимней печкой, а летом с кондиционером. Знаешь, наша коллега Алена Югова тоже присматривается к автомобилям. Чего мы ждем от автомобиля? Правильно, надежность и комфорт, неприхотливость в обслуживании, стильный дизайн. Все эти качества отлично сочетаются в автомобилях Hyundai. Сегодня Hyundai – это широкий модельный ряд, специально разработанный под наши дороги. Поэтому, выбирая железного коня этой марки, вы можете быть уверены, что он вас не подведет. Не секрет, что сердце любого автомобиля – двигатель. И тут производители постарались. Моторы бренда просты в эксплуатации и не усложнены лишними деталями. А это означает надежность в наших северных условиях. Но что же еще отличает Hyundai от других иномарок? В первую очередь гарантия. На наши машины гарантия 5 лет, либо 150 тысяч. Бренд себя зарекомендовал как достаточно продаваемый, надежный. Цены достаточно, скажем, лояльные. Любой клиент может выбрать по своему кошельку тот автомобиль, который он хочет. Легковые автомобили, кроссоверы, даже микроавтобусы – это все вы можете найти в дилерском центре Hyundai в нашей республике. Без сомнений, у каждого четырехколесного друга свои преимущества. О них вам расскажут продавцы-консультанты. Согласитесь, покупая новый автомобиль, хочется быть уверенным, что в течение долгого времени он не устареет. Так вот, выбирая модели бренда, в ближайшие 5 лет вы будете ездить на автомобиле нового исполнения. Ведь Hyundai не только шагает в ногу со временем, но еще и смотрит в будущее. Так на каких же новинках стоит заострить внимание? В нашем модельном ряде сегодня есть следующие новинки. В первую очередь, новая генерация модели Hyundai Santa Fe. Чем он хорош? В первую очередь, конечно же, он преобразился внешне-внутренне. Машина стала иметь богатые премиальные опции. Она выросла в размерах, стала еще брутальнее, серьезнее и надежнее. Самое главное, автомобиль получил за собой ряд комфортных опций. Машина улучшилась в шумоизоляции, что оценят действительно люди, ценящие такое качество автомобиля. Данный автомобиль по сей день производится корейским автозаводом, что немаловажно при выборе данного автомобиля. Поэтому, если вы действительно выбираете автомобиль такой ценовой политики, таких размеров, выбирая наш Hyundai Santa Fe, вы останетесь на 100% удовлетворены в своих потребностях. Кстати, если вдруг вам понадобится скорая автомобильная помощь, езжайте в сервисный центр от дилера автомобилей Hyundai в нашей республике. Не переживайте, там рады всем, кто ждет от авторемонта качества и долговечности. Квалифицированные рабочие с помощью новейшего оборудования приведут в порядок ваш автомобиль. Если вы приобретаете у нас работы вместе с запчастью, то есть что-то мы меняем, то на работы и на запчасти гарантия год. Также у нас есть обслуживание автомобилей, это у нас идет осмотр, лучше для своих называется. Автомобиль осматривается по 36 пунктам, это полностью сюда входит подвеска, электрика, то есть все вот эти моменты осматриваются для клиента и, соответственно, бесплатно. По нахождению каких-то там нареканий по автомобилю в процессе осмотра, также можно будет произвести ремонт, естественно, это будет платно, но есть также акция, которая проходит у нас в сервисе, это скидка 30-20, то есть 30% на работы и 20% на запчасти, при условии, что вы приобретаете материалы у нас в сервисе. А если автомобиль новый, не забывайте про техническое обслуживание. Кстати, к каждому автомобилю марки Hyundai идет приятный подарок – четвертое техобслуживание. Почему именно четвертое? Список работ там самый длинный, а значит ТО самое дорогостоящее, к Новому году самое то. В общем, друзья, осталось пожелать только одно – выбирайте проверенные автомобили и ремонтируйте в официальных сервисах. Авиастроение, которое родилось более века назад, в ближайшее время может кардинально измениться. И связано это не с созданием каких-либо уникальных летательных аппаратов, а с доработкой уже существующих. Какую экспериментальную модель самолета запустят до конца будущего года? Узнаем в следующем видеоролике. КОНЕЦ КОНЕЦ А мы подошли к экватору нашей программы. Вот что ждет нас дальше. Исцеляйся творчеством. Как рисование помогает избавиться от стресса. Когда человек говорит, что я не умею рисовать, я понимаю, что он о себе так много не знает. И для меня это своего рода какая-то такая задача, наверное, показать и дать понять людям, что вы можете все. Доброволец из Якутска. Как творить чудеса и приносить людям радость? Ну, не надо ждать чуда. Надо творить чудеса. Доброта спасет мир. КОНЕЦ Хотим рассказать об одном очень интересном проекте. Его автор – прекрасная девушка Светлана Качанова из Сыктывкара. Она испытала удачу на молодежном фестивале Таврида и выиграла грант на осуществление проекта «Исцеляйся творчеством». Подробности узнаем прямо сейчас. Светлана, знаю, что этим летом вы побывали на фестивале Таврида в Крыму. Расскажите о своих впечатлениях и каким образом удалось получить грант. Впечатления самые лучшие. Там была такая концентрация веселых, энергичных, очень творческих людей, что, глядя на них, ты просто действительно понимаешь, насколько многогранна Россия, насколько многогранна наша страна, какие талантливые люди ее наполняют. И невозможно стоять на месте, общаясь с такими людьми. И грант удалось, на удивление, для меня это был такой эксперимент. То есть я абсолютно, можно сказать, в последний день подавала заявку для участия в этом гранте. И, честно сказать, не особо рассчитывала. То есть, слушая, какие интересные проекты выдвигали участники других регионов, участники этого грантового конкурса, я не особо рассчитывала. Но когда объявляли результаты, когда я услышала свое имя, для меня это было таким немножко шоком. Ну, в целом, это интересный опыт, конечно, очень. Сам проект придумывался еще здесь. То есть заранее пишется, заявка оформляется, и затем уже там происходит защита этого проекта. Ну, перейдем к проекту. Что это за проект такой? Проект о том, как людям научиться помогать себе в стрессовой ситуации при помощи творчества. То есть это будут различные техники. Мы будем обучать людей различным техникам рисования, чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно их применять, и тем самым избавиться от каких-то внутренних состояний, угнетающих, от обид, от страхов, от различных негативных эмоций, и таким образом уменьшить свое эмоциональное выгорание. Знаю, что там будет не только рисование, потому что я смотрела расписание, там есть и специалисты другие. Да, вот сейчас, поскольку это такой экспериментальный проект, то есть изначально мы подавали его как разработка методики. И для того, чтобы оценить эффективность вообще этих техник, нам необходимо измерить как-то эти количественные показатели, поэтому мы привлекли психолога. Психолог будет проводить вводную диагностику, чтобы оценить степень эмоционального выгорания участника нашего. Затем два месяца проходит самообучение в формате таких встреч, семинаров, и затем проводится итоговая диагностика, чтобы оценить, насколько вот за эти два месяца изменился уровень стресса у человека. И после, спустя пять месяцев, будет проведена завершительная диагностика, чтобы понять, сколько человеку это все помогло. Кроме того, у нас по завершению вот этих вот двух месяцев будет каждому участнику выдан творческий дневник, арт-дневник. Это вообще, на самом деле, вещь, которой, как мне кажется, я буду очень сильно гордиться, потому что мы разрабатываем самостоятельно все задания, самостоятельно привлекли иллюстратора сюда, да, которые все разрабатывают именно под этот проект. И психолог тоже держит на контроле все эти техники, чтобы не было каких-то глубоких таких вторжений в психику человека. Светлана, какая главная идея в проекте «Исцеляйся творчеством»? Как избавиться от эмоционального выгорания? Да, как избавиться от эмоционального выгорания, причем как это сделать самостоятельно. То есть появляется какой-то негатив, и человек порой за 10-15 минут может, применив какую-то технику, самостоятельно избавиться от этого негатива. Вы говорили про арт-дневники. То есть все техники, они будут записывать у себя в дневниках, и спустя, например, год, открыв его, могут применить эти техники и избавиться от какой-либо проблемы? Да, то есть изначально все техники, они нацелены на то, чтобы люди, наши участники, применяли их в дальнейшем самостоятельно. В арт-дневнике будут в том числе пустые странички, где они могут их применять дополнительно. И также там будут задания, которые не включены будут абсолютно в наши семинары, встречи. Они будут более простого характера, но, тем не менее, тоже отвлекающими внимание от ежедневной суеты, от ежедневных забот и от ежедневных каких-то рутинных мыслей. Светлана, а вы сами по образованию художник. Почему вы выбрали проект, связанный с рисованием? Вы знаете, нет, я сама не художник, но дело в том, что я всегда очень любила рисовать. Я помню, с садика я приходила домой, и года 4-5, наверное, мне было, не снимая шубы, я прямо в шубе, бежала к краскам, к бумаге, к кистям. И для меня рисование как-то сквозь всю мою жизнь проходит. Я просто люблю именно рисовать состояние и всегда что-то прорисовывать, вырисовывать. И таким образом, в том числе, помочь себе понять себя. И плюс моя деятельность тоже связана с рисованием. Собираем команду художников, которые обучают взрослых людей рисовать с нуля. То есть каждый человек может научиться рисовать? Абсолютно. Я вообще считаю, что каждый человек создан творцом. Поэтому, когда человек говорит, что я не умею рисовать, я понимаю, что он о себе так много не знает. И для меня это своего рода какая-то такая задача, наверное, показать и дать понять людям, что вы можете все, все вы можете. И если вы картину можете нарисовать, то и все остальное вы сможете тоже. Светлана, спасибо вам большое. Желаю вам и вашим участникам больших-больших успехов. Благодарю вас от души. Борьба за экологию идет уже многие годы. И на самом деле все в наших руках. Конечно, начать можно с малого. Например, не выбрасывать автобусные билеты на дорогу, а донести до мусорных баков. По возможности покупать продукты местных производителей. Сдавать в переработку все, что можно переработать. И постараться следить за тем, чтобы чисто было не только дома. Например, как этот пес. Верный помощник экоактивистки. Верный помощник экоактивистки. Верный помощник экоактивистки. Продолжим тему добровольчества. Следующий герой видеоролика говорит о том, что каждому из нас не стоит ждать чуда. Надо создавать его самим и творить добро. Все очень просто. Я бегаю по утрам, от плюс 40 до минус 49 бегаю каждое утро. Летом, особенно на пляже, очень много мусора накапливается. Я же могу убрать, никого не бросить. Сначала, конечно, они все говорили, Антон, ты что, дурак, что ли? А я этим занимаюсь с 2009 года. Первое доброе дело я купил своими игрушками в детский дом в Мостоголох. Я отъез туда. У детей радости были полные штаны. И с тех пор я начал делать добрые дела. А потом в 2011 году мне этого стало мало. Я начал бороться с мусором. Ситуация лучше становится, лучше становится. Скажешь годно, все лучше и лучше. Антон, как в народе говорят, это божий человек. Он на весь город, он один такой у нас. Уже я около 2500 добрых дел сделаю. Сам я православный тенграист. Когда я иду в лес или на охоту, я кормлю духом. Я сначала разрешение спрошу у леса, можно ли у вас убрать. Получаю ответ, я убираю. И после уборки я говорю, спасибо вам большое за то, что дали мне разрешение убрать. У нас по всему миру очень люди ослабленные. Они везде злые. Не знаю, почему у нас люди очень злые. А злые они, потому что они злые на себя. Они не могут этого добиться и все. Но не надо ждать чуда, надо отворить чудеса. Доброта спасет мир. Вот так вот. Настала пора прощаться. Студия 11 говорит вам до встречи. Хорошего дня и не растеряйте прекрасное настроение. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова